Ребят, значит я сейчас нахожусь в городе Киеве, это главное управление сервисов центра в Украине. Кто не знает, это управление занимается, помимо того, что он наставит автомобили на учет, это бывшее МРЭО, кому будет понятней. Также данное управление дает разрешительные документы на ведение определенного рода бизнесов. Таких бизнесов, допустим, как торговля запчастями, либо торговля каким-либо автотранспортом. Если вы надумаете когда-либо продавать какие-то машины официально и платить нашему государству налоги, и налоговое отчисление, вам необходимо будет обратиться в это чудесное заведение для того, чтобы получить разрешительные документы. Сейчас этим заведением руководит господин Крикли, это молодой сотрудник, который был нанят еще во время реформы, когда ГАИ переходила в полицию, ему немножко удалось порулить и полиция, и ГАИ. Сейчас же он рулит всеми сервисовыми центрами, приехал я сюда неспроста, приехал я сюда с одним из предпринимателей, который пытался получить разрешительный документ для того, чтобы развивать бизнес, продавать автомобили, платить налоги, но он обратился с такой просьбой, что с него требуют взятки для того, чтобы получить вот эту бумажку, которая в принципе на его бизнес никак не влияет, то есть она не дает ему никаких преимуществ, ничего. Поэтому я приехал сюда, мне сделали доверенность от этого предприятия для того, чтобы я мог представлять интересы. Все, что сейчас будет здесь происходить, вы увидите, это будет интересно, я вас уверяю. И для тех людей, кто собирается получать подобные документы, либо находятся в процессе, это будет прямая инструкция для того, как поступать, чтобы не платить взятки. Смотрите, наслаждайтесь, комментируйте, пишите, до встречи. Какие документы вам надо для того, чтобы вы попасть в вам заведение? Здравствуйте. Можете организовать встречу с господином Крик-Льем, из-за того, чтобы мы могли объяснить ему ситуацию, которая происходит в его ведомстве. Мы сдавали документы к вам в департамент 2 месяца назад, до сих пор мы 3 уже, да, до сих пор не получили ответок. Вместо этого мы получили вот такой вот порядок цен, который вам необходимо занести для того, чтобы эти документы получили. Но по этому поводу мы хотим разобраться и пообщаться с господином Крик-Льем в том числе. Потому что в этом списке прекрасно он и фигурировал. Коммен, вы можете чекать? Чекать. Если никто, кроме господина Крик-Льем, не может этот вопрос сдвинуть, я хотел бы видеть его. Я закончу. Если кто-то другой может нам помочь, и выдаст нам дозву. А вы не хотите снимать? И без моего, якусь, я думаю. Нам не надо никакой дозву для того, чтобы вас снимать. Ну, а не, я разумею. Давайте мы не будем на этом зацикливаться, мы просто потратим время. Мы так или иначе будем есть видеосъемку, и на этом мы подытожим и закончим. Если вы хотите помочь нам, а не препятствовать, я вас очень прошу, дайте нам человека адекватного, кто может пояснить нам, почему три месяца мы не можем получить разрешительные документы и тормозим открытие бизнеса. Я зрозумею. Если можно, пойдите на встречу и помогите. Кто может нам помочь? Для начала давайте разберемся, в чём безусловно ситуация. Вы будете разбираться? Нет, мне нужно вас направить к человеку, я вам объясню ситуацию. В чём? Ну, саме. Вы хотели, получите от вас формальную бумажку, которая ничего для нашего предприятия абсолютно не решает. Но без неё, к сожалению, я закончу в нашей структуре, во всей этой невозможно работать. Ваше ведомство эту бумажку задерживает, и при этом, для того, чтобы её получить, предлагает нам заплатить мимо кассы порядка, закончу, 3,5 тысячи долларов. Поэтому мы приехали сюда подачить. Вы уже не знаете, нет. Нет, нет, нет. Нет, 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 3 месяца. Я зрозумею, я как, ваша фамилия, имя, общество. Всё, всё, и организация, я бы представляю. И организация, я бы представляю, опять же есть. Мы можем пройти по полю, или мы должны встретиться с помощью? Ну, только это можно. Для тех, кто выдаёт доски документы. Да тем людям, кому мы сдавали. Министр, я могу рассказать, людей меня как. А вы по каждому человеку предупреждаете, что кто-то пришёл? Ну, случайно. То есть у вас все предприятия, которые приходят, стоят вот здесь вот и ждут, пока вы будете. Не стоять, нас приходите, забирайте. Будьте любезны, пусть кто-то выйдет и меня заберёт. Хорошо? Я выравниваю. Я, когда с ними не заразу, я сфинцей на основании чего, я именно сказал, что мы сфинцами не подробно. Знаете, в нём, мы понимаем, это юридичное право, сотрудничество не занимать, или нет. Вот, сейчас не в Минюстке будет наказ, подписанный Аллаху, не за республику не в Минюстке, про то, что заброняется, что мы должны уже занимать. Это не надо. Ну, максимум толерантно, да, и разъебрация. Да. Может, провокатор? Я сейчас могу при службе сказать, что там не будет? Нет, он не имеет, он не преступник. Вот, пожалуйста, вот такое вы обращение получите люди, если вы прийёте в главный сервисный центр Украины, в принципе, вы будете сразу, из разряда людей, которые хотят что-то в этой стране изменить, открыть какой-то бизнес, что-нибудь попробовать сделать официально, для того, чтобы платить в бюджет налоги, вы перейдете в разряд провокаторов, потому что господин Криклий, это у нас особо тошно, этот аркан, это сидит в своем огромном кабинете, кстати, кабинет у него очень красивый и большой. И все, кто приходит к нему задавать вопросы, так же так, почему в схеме открытия предприятия он включен в число тех людей, кому необходимо дать аркад, то вы из разряда нормальных людей перейдете в разряд провокаторов. И с вами будут обращаться примерно вот так. То есть соберется здесь консилиум, 8 телефонов, как обычно, типичная старая школа ГАИ, это раньше было управление ГАИ, главное управление, вот здесь сидел самый главный ГАИшник. И в принципе здесь раньше было примерно точно так, что изменилось с тех пор, вы можете вот сами смотреть, нецезреть, как это происходит. Жалко, что у человека два ума, было бы третье, еще третье. Что вы меня выталкиваете, я не понял. Это что такое, я не понимаю. Что вы выталкиваете? Ну что ж вы мне ногами? Зачем вы выталкиваете? Я не понимаю, выталкиваете. Как вы себя ведете? Я извиняюсь, мы можем попасть к вам или нет? И вас. Это ваши сотрудники? Ну вот, так, куда вы меня толкаете? Руспокойтесь, уважаемые. Вы считаете, это нормально? У вас порядок? Мы должны вам с боем помочь. Смотрите, вы спрашиваете, это наши сотрудники. Вы видите глобальное отличие. Я не просто хочу, я это делаю. Вы же, наверное, об этом должны сказать. Не должен. Я считаю, что в данном кабине... Нет, я имею в виду... Смотрите, я вас перебиваю. Смотрите, я вижу, вы человек порядочный. Как мне, я Вячеслав Юрьевич. Вячеслав Юрьевич, я зовут Александр. Александр, вы мое личное мнение хотели бы узнать. К сожалению, нет. Когда вы будете за пределами этого кабинета, я обязательно поддерживаюсь вашим личным мнением. Я считаю, что в данном кабинете, я просто свою мысль закончу, вы находитесь исключительно для того, чтобы помогать гражданам, правильно? Способствовать им. Я вам объясню цель своего визита. Меня зовут Александр, фамилия моя Кунницкий. Я к вам приехал для того, чтобы узнать, сколько вам денег надо на ваш Хеннесси, для того, чтобы вы помогли нам получить документы на то, чтобы мы могли зарабатывать деньги для этой страны и платить налоги в бюджет. Сколько вам надо денег? Ну, как-то некорректный вопрос. Почему некорректно? Вы, когда этот вопрос ставите, вы не считаете его некорректным. А когда я вам задаю этот вопрос, вы считаете его некорректным. Лично я? Лично вы. Ставлю вопрос. Лично вы ставите этот вопрос. Поэтому я вам задаю вопрос. Что нам надо для того, чтобы получить документы, которые мы вам сдали? Я закончу. Хорошо. В течение трех месяцев тому назад. Что нам надо сделать и кому нам по цепочке надо занести ту сумму, которую нам нарисовали? Про какую-то сумму я честно не знаю. Не знаете. Я не сомневался, потому что я не ждал того, чтобы... А у вас есть какие-то документы, чтобы я... Вот они перед вами. Не, ну вот оставляющая личность. Нас на входе проверили. Этого недостаточно. У вас здесь церберы стоят с пистолетами, которые документы проверяют. Я вам хочу задать вопрос. Вы ли не заинтересованы в том, чтобы наша страна развивалась? Ну, по данным... На данный момент вы поставили на учет и можете торговать. Мы можем торговать. Вы документы нам не отдаете. Отдайте документы, дозвил. Вам сейчас его и занесут. Скажите, пожалуйста, сейчас, когда я приехал из Запорожья, по истечении трех месяцев, мне его занесут. Почему раньше эта работа одного дня? Нам сказали, я закончу. Нам сказали, если вы получите на коньяк лично вы и вся ваша цепочка, то в этот же день мы получим этот дозвил. Я специально был номинально... Он же в почту пошел. Да, пошел в почту. Это почта наша плохо работает, не вы. Я специально был на это предприятие устроен для того, чтобы получить доверенность и прийти к вам, и на этом основании задавать вопросы. Почему предприятие, которое хочет развивать экономику Украины, не может этого делать благодаря вам? Глобальный вопрос. Давайте ожидать. Заветную бумагу, которая позволяет в наивсе зарегистрироваться. Хорошо, мы можем получить вот этот дозву, который должен... Я же вам показывал его, смотрите. Объясните, пожалуйста, почему мы не можем его получить? Почему он не дошел почтой? В том числе почтой. А есть у вас исходящее письмо? Это же заказное, наверное? Я же вам показываю его. Я понял. Вы заказное письмо отправляли, наверное, его? Нет, простые. То есть документы подобного рода отправляются простым письмом из почты? Так что есть у вас восходящего? Какого числа было отправлено эта почта? Почта я вам его показываю, вы на него не хотите смотреть? Я не хочу смотреть. Почтой вы не отправили нам ничего абсолютно. И почтой вы не практикуете это делать. И для того, чтобы получить, я вам конкретно говорю... Так я вам рассказываю, что три месяца прошло, документов нет. Вам интересен журнал его отправления? Меня интересует, почему в течение трех месяцев мы не получили эти документы? Адрес вашего предприятия? То есть все правильно? Все правильно. Нет, все правильно. Я вам говорю, задача не в том, что у вас все давным-давно готово. Задача, почему вы не даете это, не вы даете это людям без мотивации. Слушай, что ты паришься? Вот эти вот полчаса достаточно было, чтобы это оформить. Да я знаю прекрасно, не в этом дело. Это оформилось и принеслось, чтобы не было кипа. Скажите, пожалуйста, вы практикуете вообще какую-то материальную награду своим сотрудникам, может, своему руководству за оформление каждого подобного предприятия? Либо это все делается на добровольных началах и бесплатно, только как это требует закон? Совершенно верно. Скажите, согласно закона, как долго вообще подобные документы рассматриваются? Всего месяца. Месяца, да? Объясните, пожалуйста, мне все-таки, как получилось так... Не позднее. Не позднее, да. Как получилось так, что вот три месяца прошло, и наш сотрудник приходил к вам на работу сюда каждую неделю и просил вот так. Ему не отдавали, четко озвучили, что для этого надо. И из-за того, что вы ему озвучили, было ясно, что необходимо мотивировать материально вас. Я не готов сказать, когда приходил сотрудник и обладал ли он, рубая доверенностью на получение этого ответа. Мы до конца не можем понять, что... Мне все понятно. Я думаю, что людям, которые будут это смотреть, тоже будет все понятно. Я просто не понимаю, сколько еще лет вы будете играть это приятно. Теперь меньше людей просто будет бояться оформлять, потому что это магический дозвилл в нашей стране. Я вам скажу больше. Логически. Еще надо какие-то такие вещи? Нам все забрали. Вот, кто-то еще. Все, на этом закончу. А какие тут обиды? Какие тут обиды могут быть? Всем все ясно. Нинок, вошли к Риклю и запишусь я еще. Так я знаю, где на порции на теле? Почему спрашиваю? Господину К Риклю запишусь через 8 недорять. Мы идем к господину Криклюю записаться через его секретаря. Хорошо, подождите, а хочу вас сами прочтите. Подождите, 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 вот там мы вас запишем, будь ласка. Так вы нас уже записали, вы не поняли? Хорошо, вы на прием записаться хотите? Да, хочу к секретарю. Пускаемся и записываемся. Там надо позвонить просто-напросто и записать. Уже звонили мы, хватит, уже записались. Мы позвонили, мы уже все сделали, что еще надо? Я уже записался и позвонил. Что мне еще не снимать? Я не понимаю. Да что вы в детский сады сказали, что они не пропускают? Что вы меня вталкиваете? Что вы вталкиваете? Будь ласка, спустите, я говорю, что вы меня вталкиваете? Никто вас не вталкивает, спустите вниз. Удостоверение, я вам покажу. Паша, удостоверение, кто вы такой? Пошлите. Вы закрыли полицию? А как же? Вы же пашете значок? Удостоверение. Спустимся, я вам покажу. По первому требованию, гражданин во время, будьте любезны, представьтесь, ваше удостоверение. Вы хотите в полемики выйти? Я хочу ваше удостоверение увидеть. Так я же вам покажу, спустимся, я вам покажу свое удостоверение. Не спустимся. Ваше, вы кто такой? Вы меня сейчас принимали физическую силу. Кто вы такой? Кто вы такой? Я працивник полиции. Будьте любезны, удостоверение. Удостоверение ваше. Постой, чтобы они не шли, я им удостовереню. Удостоверение, а у вас нету с собой? А как же, вон от формы лежит. А это что, не форма ваша? Это что, это начнушка ваша? Несите удостоверение, кто вы такой? Хопец. Вы кто такой? Ну подождите, давай. Вы кто такой? Удостоверение давайте. Ваше имя, фамилия, кто вы такой? Вы кто такой? Ну подождите, какие правила? Вы сотрудник полиции? Вы сотрудник полиции? Да, я сотрудник полиции. Удостоверение ваше. Ваше удостоверение, будьте любезны. Но сейчас принесу. Не сейчас, вы кто такой, что вы мне ограничиваете проход? Ну подождите, я охранник. Это ваша просьба? Да, это просьба. Я вашу просьбу отклоняюсь. Мне она не интересна. Пойдем, пойдем, смотрите. Руками по машине еще. Блин, ты смотри, не пройти прям к реклеве, у нас здесь пройти три этапа, ухада Здравствуйте Можно у вас записаться к господине Креклеве? Да, конечно Вроде чтобы за вас дойти надо какой-то квест закончить Сейчас я напишу Принесите Сейчас прямо показываю Будь ласка, камеру выключите и посмотрите сюда Вам никто не понял? Нет, нет, посмотрите От меня, от меня руки Вы знаете, что это не ксива Вы знаете, что господин Герашенко лично, лично разрешил снимать удостоверение сотрудника полиции И нет ни одного нормативного закона Нет ни одного Герашенко Все вопросы к Герашенко Все вопросы к миру Будет отдавайтесь Да Буду смотреть Читать и смотреть Детский сад Павлийский Смотрите, циркачка Павлийский Владимир Сергеевич Полицейский До 2020 года Спасибо, до свидания До Настых Давайте Ну что надо от меня еще Ничего Но когда я могу записаться и видеть гостей на пепле? Ну, не ставьте, если вы стояли, сколько контактов? 0,93 Сегодня? Я в Кире просто приезжу, поэтому мне необходимо знать, чтобы зайти на пепле Извините, пожалуйста Просто плохо Просто плохо Вы записали все? Вам еще добавить? Я не забываю Я не забываю Чем больше подобного театра, тем лучше люди понимают, что происходит в данных управлениях Ничего экстраординарного не произошло Вы пришли записаться на пепле Всем сразу стало плохо Все потеряли удостоверение Все не знают, когда принимают господин Крикли Чтобы понимали просто, что происходит в данных ведомствах Все в порядке? Вам лучше? А вам? В смысле? Ну, у меня не было плохо, вы говорили, вам плохо? Да не знаю, я вас боюсь, а вы два часа А вы не бойтесь, в смысле? Мы продолжим, вы запишите нас? А вы можете убрать камеру? Я не разрешаю себе снимать Вы можете не разрешать, но вы на работе А я нахожусь на работе Это защита прав человека Это не связано с защитой прав человека и не связано Связано Я против Если вы против, вы можете в судебном порядке подать на меня в суд Вы запишите мне или нет? Нет Вы отказываете мне? Вы мне отказываете в записи? Да По какой причине? Потому что я против, что вы мне снимали Это не связано с этим Если вы против в судебном порядке, вы можете это отменить Если вы отказываете мне, отказ в письменном виде, что вы отказываете мне записать на прием Все, что мне надо Куницкий Александр Завтра на 16.00 А какой кабинет? 301 Спасибо большое Пойдем Проведете нас? Ботанический сад у людей Вот как люди отдыхают и живут Ботанический сад у людей Как люди отдыхают и живут Да Пойдем 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 Пойдем